шалом уважаемые с вами снова ли я механик и это традиционные субботние выпуски подведения итогов прожитой недели в общем то эта неделя немного имеет мало результатов позитивных у меня дома ремонт еще продолжается поэтому часть работ была приостановлена и в общем то еще делится последние перед неделя перед зарплатой самая тяжелая неделя и на остатках денег доживаешь тем более после нового года и так перед вами сейчас в кадре вот 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 в этом кусочке лежит порядка 430 гривен материал то есть 210 балланка для притира 162 прутка бража и 50 гривен бушная развертка на 17 плюс 5 гривен резко что тут что тут это вот 430 гривен так притир мы купили в прошлый выходные моего отклада ну и сегодня были докуплены два прутка прутка из бража потянуло это кстати все на 0 8 килограмма пруток на 15 миллиметров это будет для точения втулок на карпаты верховины в общем двигателя ша и серии в 15 не помню это предельный размер хватит под 12 палец не помню точно но на дешник надо 12 половиной 13 прутка не было то есть был 15 я убрал изначально для дэшки и проток 20 по моему 25 миллиметров до 25 миллиметров это для вот этих вот втулок для дэшек на 22 не оказалось все они идут оказывается 21 и 5 человека ну пришлось брать на 25 ну представьте сколько сколько в стружку идет вот из этого я примерно взял запасом на у меня 4 двигателя на ну и плюс там на будущее все-таки нас планируется на этих движках чем я челленджа проходить развертка естественно под втулку то есть это вот старую прессованная втулка даже немножко закусывает ее то есть на 17 так листик нержавеечки это не для этих проектов там для моих дел и трубка на 20 миллиметров трубка это для моей риги один то есть для сиденья вот и сиденья взял у меня если вы помните отрезана притом отрезана очень похабно заподлицо из трубка тоже проблема кстати вот эта трубка обошлась 20 гривен но минимальный вес идет полметра поэтому пришлось брать целых полметра вот я сейчас думал как бы я не ошибся потому что вроде как свободно хотя за кадром затянул вроде держится добротно если у кого-то если г-1 буду признательным скажите диаметр от трубки 21 либо 20 потому что на рынке предлагали и 21 и 20 но вроде как 20 зажимается я проверил ну и сейчас я вам покажу что в чем проблема на самом мопеде итак одно дело как говорится купить другую другое дело и вставить в общем то поначалу я думал что вот этот конус это не родной из-за вот это вот сварки видите да поэтому пытался его отрезать но во время остановился после пересмотрел в интернете вот эта вся вещь будет обратно завариваться но тут открепилась трубка родная на 20 у меня на работе оказалось сверло на 18 поэтому сколько мог я снял но придется еще докупать сверло на 20 я вот на рынке сегодня поинтересовался новое сверло по металлу на 20 в дрель обычно стоит 180 гривен ну и сказала извините не сегодня завтра пойду на барахолочку поспрашиваю там уже у дедов подешевле все будет там гривен за 50 за 70 я буду согласен взять и еще интересует кто знает высоту вот высоту вот сколько надо этой трубки оставлять если у кого-то есть рига 1 буду рига 3 рига 1 по-моему она одинаково это сидушка может только на регионе не не помню уже точно ну короче я буду благодарен за длину вот вот этого части трубы тут тут то понятно порядка трех сантиметров вот и родной конец вы видите сейчас вот да так что так идем далее я на неделе анонсировал что будем заниматься изготовлением чертежей вот вот этого кожуха на mp 046 mp 045 и сегодня на рынке задал вопрос почем миллиметровая жестянка оцинкованная стоит она лист метр на два и стоит он 400 гривен по факту размеры вот этой штуки заготовки должны быть 48 на 400 480 на 420 миллиметров то есть бухать 400 гривен за сегодня я не был готов поэтому завтра куплю миллиметровку и будем делать миллиметровку и чертеж лепить крица реплику вот этого кожуха будем позже далее я обещал снять видео по приводу спидометр наша 57 и вот сегодня же снял с моей верховины 5 крышечку но как говорится в наших краях во всем постсоветском пространстве мопедов есть большая проблема чтобы собрать один мопед надо разобрать четыре других мопеда то есть на верховине есть вот эта часть привода но нету червяка на другом ша 57 доноре который мне достался с карпатами спорт есть ответная часть червяка но нету вот этой то есть вот видите да вот она ответная часть то есть две крышки пришлось тянуть и быстренько все это попер с собой корицы дома в тепле разобрать кстати подскажите винт вот это оригинальный или нет потому что у меня в двух крышках стоит болт вот видите есть винт под шлиц еще один немаловажный момент я со своей в это снял родные заводские крышки левый в частности и вот сделаю завтра постараюсь сделать трафарет и вывести крышку для стадиона то есть чтобы они были подобны вот эти все углы видите то есть есть разница сейчас если сравните у стадиона видите немного вот сверху находит стадионовский немного кривоват это все дело ну и плюс заодно и крышечку вот эти вот следы от сварки почищу чем доведу до ума для моей ветки крышечку заодно но это все в планах на на завтра сделаю чертежик тоже его выложу сделаю макетку вот этих лучей что если кто-то будет заваривать аргоном потом останавливается вот это дело умели примерный макет как это правильно делать надеюсь наверно это сделано клетчатой бумаги может на миллиметровки чем завтра все решится ну а так ребят в общем то такие вот у нас кратенькие недельные итоги конечно достигнуто мало но всегда тут когда перед зарплатой немножко финансов не хватает для продвижения делал ничего мы потерпим но потерпим главное закуплен материал с которым можно работать пока курс еще держится он будет подыматься будем уже потом делать все благодарю всех за внимание до скорых встреч паша 57 mp-46 ждите видео всем пока